МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето, красиво, буйные травы. Помните, как в детстве мы рвали на лугу маме букеты цветов? Но не все могли делать это без слез. Понимаете, почему? Здравствуйте! В эфире программа «За здоровье». И с вами я, ваш знакомый доктор Анастасия Долгих. Медицина – это сложно, а мы расскажем обо всем просто и понятно. Аллергия у детей, в том числе и на цветение, обсуждаем сегодня в выпуске. Уже подготовили вопросы вашему доктору? Отвечаю на очередную порцию ваших жалоб на здоровье, анонимно и бесплатно. Йога – это несложно, доказывает Любовь Некрасова в новом выпуске. Участник СВО спас 10-летнего Ставропольца. Форум травматологов-ортопедов, новые автомобили для медиков – все это в блоке новостей. Все это вас ждет в течение программы. Ну а сейчас начинаем отвечать на ваши вопросы. Те, которые вы отправляли нам в мессенджеры по номеру телефона 8969-009-3300. И также отправляли нам их в соцсети. Это могут быть любые вопросы. Главное, чтобы они касались медицины и здоровья. Итак, первый вопрос. Взрослым делают прививки. Отчего? Как переносимость? Да, действительно, есть определенные позиции в календаре прививок, которые могут быть предложены для выполнения взрослому населению. Например, прививки от ВПЧ, прививки от гриппа, прививки от вирусного гепатита B, от кори, от витриной оспы. И если есть на то показания, или же наоборот, род деятельности человека диктует необходимость защитить себя от определенной патологии, то такие прививки могут делать взрослые люди, переносятся достаточно легко. Как уберечься от бронхитов на фоне аллергии? Неужели постоянно принимать антигистаминные препараты? Подскажите, пожалуйста, как быть? При бронхите может развиваться остро-аллергический процесс в слизистой оболочке бронхов. Но тот процесс, о котором вы спрашиваете, скорее всего, предполагает уже присоединение бактериальной инфекции. И никакие антигистаминные препараты здесь не могут быть в первой линии терапии, поэтому обсуждать нужно только с терапевтом или пульмонологом. Девочке 8 лет год назад обнаружили пятна витилиго. Все анализы в норме, кроме витамина D. Есть ли помощь иммунологии в витилиго? Вообще для детей лучше всего в этой ситуации использовать фототерапию. Простуда на губах и ячмень на глазах откуда берутся? Это сбой иммунитета? Что с ними делать? Мы уже как-то обсуждали эти вопросы. Они достаточно часто поступают к нам в студию. Прежде всего, вам необходимо обратиться к терапевту и определить определенные показатели в крови. Общий анализ крови, эфиритин для того, чтобы исключить дефицит железа прежде всего, потому что именно дефицит железа будет отражаться на недостаточно компетентной функции иммунной системы, которая подвергает вас постоянным рецидивам воспалительных заболеваний. Йога – это несложно. Нам об этом расскажет Любовь Некрасова. Я Любовь Некрасова, преподаватель йоги и йога-терапевт. Я сегодня покажу вам позу, которая называется шершасана – стойка на голове. И она будет казаться с виду очень сложной. На самом деле она очень легкая. И она помогает вытянуть шею, расширить пространство между позвонками. Когда мы его правильно расширяем, растет новая хрящевая ткань. Убрать грыжи, протрузии – она является терапевтической позой. Выполняется она очень легко. Используется материал. Два стула, и можно вот такие сделать роллы из ковриков. Есть противопоказания. Это воспаление в области головы. Ну, синусит, отит, гайморит, менингит. Вот. Повышенное давление черепное. И период критических дней у женщин. Во все остальные моменты можно. Вам нужно будет встать на колени. И немного, как бы, пролезть между этими двумя стульями, чтобы вот эти мышцы, трапециевидные, оказались на этих роллах. Вот так. И уже можете поднять одну ногу, потянуть. Затем вторую. И попробовать, какой же ногой вы все-таки хотите входить. Привыкайте к этой позе. Не делайте ее сразу. В какой-то момент, там, практикуйте один день, два дня, на третий, на четвертый день, вы попробуйте уже войти. Согнете ногу в колени и сделаете толчок. Это очень легко. Но кажется, что невозможно. Попробуйте это делать с помощниками. Пусть вам кто-то поможет. И посмотрите, шея у вас отвисает, вытягивается. И самое главное, что вот эти роллы, они как бы разволокняют трапециевидные жесткие мышцы, которые у всех жесткие. И из-за перевернутого положения тела кровь сразу же поступает сюда, к голове, и к области шеи, к области трапеции. Роллы разволокняют мышцы, а кровь поступает, и происходит чудо. У вас идет хорошее естественное оздоровление. Плюс гипофиз наполняется кровью, оздоравливается, а он отвечает за все гормоны. И ваша гормональная система сбалансирована, все выравнивается. Делайте эту позу и будьте здоровы! Это программа «За здоровье», и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Как выявить, на что в еде аллергия? Какие анализы необходимо сдать? Конечно, анализ самостоятельно сдавать не нужно. Для этого есть определенный специалист, называется он аллерголог, который подробно сначала вас раз просит. Это очень важно. Сначала нужно уточнить, по вашему мнению, на какие продукты у вас наблюдается, прежде всего, кожная реакция. И уже исходя из ваших жалоб, составлять план обследования. Наиболее частными аллергенами является аллергия на белок глиадин, так называемый глютен, на непереносимость белков коровьего молока, белков козьего молока. И также есть основные аллергены, очень часто встречающиеся. Это бананы, какао, аллергия на определенные виды рыбы и определенные виды мяса. Например, на оленину очень часто встречается, аллергия на лососевые, на красную икру. Еще очень часто встречается аллергия на белок и желток куриного яйца. Поэтому здесь лучше обсудить с аллергологом после тщательного опроса вас. Как вы относитесь к закаливанию и моржеванию как способам укрепления иммунитета? Они реально помогают? Мне интересно, конечно, где вы хотите на Ставрополе моржевать. Но в принципе, да, они помогают. Только единственное, вы должны понимать, что необходимость закаливания, она есть. И это очень действенный метод, но он не всем подходит. Понимаете, человек, который имеет множество или хотя бы несколько хронических заболеваний, не может начинать свое оздоровление с закаливания. То есть для него будут другие меры более эффективны. А закаливание – это для здоровых. Да, эффективно, можно. Ребенок часто болеет. Нос, уши, кашель. Как укрепить иммунитет? Поможет ли поездка на море? Ребенка первостепенно нужно показать педиатру для того, чтобы он оценил, в какой группе здоровья относится ваш ребенок. Возможно, понадобятся какие-то дополнительные исследования и более специфические меры профилактики. Ну, а на море, конечно, можно поехать. Мы продолжаем программу. Впереди обсуждение темы нашего сегодняшнего выпуска – аллергия у детей. А пока новости медицины. Участник СВО, приехавший в отпуск к семье на Ставрополье, оказал первую помощь раненому ребенку. Он был с мальчиком до приезда кареты скорой помощи и передал ребенка медикам из рук в руки. 24 мая десятилетний Ставрополец напоролся на торчащий пруд перед детской площадкой. Неподалеку был прохожий. Он оказал профессиональную первую помощь мальчику до приезда скорой помощи. Дождался карету. Как оказалось позже, прохожим был участник СВО, приехавший к семье в отпуск. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу. У него было массивное венозное кровотечение. Но все обошлось. Мальчика успешно прооперировали. Он идет на поправку. В Есентуках прошел второй Южно-Российский научно-ортопедический образовательный форум с международным участием. Ведущие эксперты федеральных и региональных научно-медицинских организаций собрались в курортном городе, чтобы обсудить актуальные вопросы травматологии ортопедии, представить свои исследования и клинические случаи из практики. Ставропольскую краевую клиническую больницу на форуме представила большая делегация врачей из травматолого-ортопедического и травматолого-ортопедического гнойного отделений. Специалисты приняли активное участие в работе заседаний, посвященных острым вопросам и новым задачам развития российской травматологии-ортопедии в современных реалиях. А врач Евгений Коновалов представил доклад «Послеоперационное ведение пациентов с дефектами суставного хряща». Андроповская районная больница на Ставрополье пополнилась четырьмя санитарными автомобилями. В рамках реализации региональной программы модернизация первичного звена здравоохранения. Машины уже распределены и обслуживают жителей округа. Автомобили предназначены для доставки медицинских работников, для оказания первичной медико-санитарной помощи и медикаментов пациентам медучреждений. Спецтранспорт оснащен всем необходимым современным медицинским оборудованием. Главные характеристики приобретенных новых транспортных средств – быстрота, надежность и комфорт. Если ребенок аллергик, то его иммунная система при взаимодействии с аллергеном может выдавать ошибку и начинать воспринимать этот аллерген как патоген – вирус или бактерию. Здесь запускается образование определенных белков иммуноглобулинов Е, а они уже, в свою очередь, будут активировать определенные вещества, которые будут стараться этот аллерген убрать. Но именно эти вещества и эти химические реакции являются основными причинами развития симптомов аллергии. И нам сегодня более подробно об этом расскажет наш эксперт. Кобзаренко Евгения Сергеевна. Врач-аллерголог-иммунолог городской детской клинической больницы имени Филиппского. У нас в гостях сегодня Кобзаренко Евгения Сергеевна. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, что такое аллергия? Я пыталась объяснить очень кратко. А вы расскажете нам подробнее, но еще более понятно. Вы замечательно рассказали, даже еще более, скажем так, даже как я бы и не рассказала бы, в соответствии нашей сегодняшней встречи общей, полиционной. Вы правы, это ошибочная, повышенная, чрезмерная реакция организма на обыденный белок, который не должен был восприниматься так ярко и так активно против нашей иммунной системы. Банальный белок корового молока, если мы касаемся пищевых аллергенов, животное или пыль, или пыльца, все это должно восприниматься как новый, конечно, чужеродный агент, но не подключать иммунологические механизмы. Ну и, естественно, не вызывать клинику. Вот это суть, скажем, такая общая и очень легкая для понимания аллергии. Именно, ну, не вдаваясь в эти глубокие процессы под физиологические. Ну, если необходимо, мы поговорим об этом. Обязательно. Вот скажите, пожалуйста, вот все-таки иммунитет, природа у него агрессивная достаточно. Если убрать какие-то кулуары, говорить, ну, вот, польза, то есть иммунитет сам по себе, он может быть достаточно агрессивным. Имеет такую возможность? Имеет такую возможность. Да, и есть ряд аутоиммунных заболеваний, которые абсолютно возникают только в связи нашей патологической реакции против себя, наверное, на собственные белки. Ну, и в рамках аллергии это вот такие, как лекарственные препараты, да, например, металлы. Это ведь не аллергены, это гаптены, такое слово, ну, то есть он не полноценный аллерген, он становится полноценным, только связавшись с нашими белками. Вот тогда и реакция организма происходит не на этот металл, или лекарственный препарат. Ну, мы сейчас не говорим, да, о белковых составах сывороток или вакцин. Мы говорим о лекарственном препарате, химическом соединении. И вот организм, иммунная система начинает работать против белка своего, вызывая самые тяжёлые реакции возможные, да. Самая тяжёлая реакция? Анафилоксия. В любом её проявлении. Вплоть крапивница с отёком или это шок. Как тяжёлая реакция. Ситуация может возникнуть даже на употреблении определённых продуктов питания. То есть не обязательно, что... Да, это истинная пищевая аллергия. Не надо её путать с непереносимостью или с синдромом какого-то накопления или псевдоаллергии. Здесь, если есть она, реакция, да, аллергическая на этот пищевой продукт, то в течение двух часов будет любая реакция должна быть. Ну, чаще всего, самое страшное, нехорошее, я всегда говорю своим пациентам, ближайше 30 минут возникает, но в течение двух часов можно возникнуть. Да, самое немедленного типа. Да. Ну, у нас типов реакции очень много аллергических, вот три из которых, они все немедленного типа. Реагиновый, иммунотоксический, иммунокомплексный. Ну, это вот уже совсем такие нюансы, которые патофизические. Они для понимания аллергии в общей популяции нам не нужны. Нам просто нужно знать, что могут быть реакции, ну, вот этого немедленного типа, то есть в течение 30 минут развивается клиника, а могут быть... В течение даже двух часов. Двух часов. Да, замедленного типа. Да, опосредованно и длительно, которые возникают и развиваются уже и не на пищевой продукт чаще всего, это на все остальное может быть. То есть, получается, аллерген, скажем так, намутил воды, вызвал так называемую, сейчас будет термин, сенсибилизацию. Сенсибилизация – это такое знакомство с аллергеном, где первый раз произошел симмунологическая стадия вот этих веществ, которые... Когда встретился организм, посмотрел на него, распознал, да, аллерген, ну, в силу того, что есть генетическая предрасположенность к аллергии. То есть, не каждый человек, мы сейчас сидим с вами, дышим бактериями, грибами, на мне свои аллергены, на вас свои, мы рукопожатием обменялись, и ими же обменялись. То есть, наша иммунная система все время реагирует на это. Ну, то есть, часть населения, она реагирует чрезмерно и ошибочно. Есть клеточки специальные, которые этот аллерген распознали и презентируют его иммунной системой. И уже иммунная система... Презентируют, это... Представляют. Представляют. К нам кто-нибудь приходит в гости, я вам говорю, что вот это... Он аллерген сразу же. Он сразу же. Да, Петя аллерген. Иммунная система говорит, Петя, ты лучше сюда не приходи больше, иначе я буду агрессивно себя вести. Против тебя я наработаю иммуноглобулины, антитела, вот про которые вы вначале говорили. Ну, Петя нам ничего плохого не сделал. Разобравшись, посмотрев, вот так должна иммунная система сработать. Человек неагрессивный. Ну, почему? Мы должны его вгонять. А вот иммунная система, она начинает вырабатывать вот клеточки определённо. Эти клетки дают, опять же, сигнал для других клеток синтезировать антитела. Интезировать значит вырабатывать? Вырабатывать, да. А уже антитела начинают вырабатывать вещества, и под химическое наступает стадия аллергии, а мы это видим в виде расширения сосудов, в виде отёка. Давайте попросим в Тома подробно. Да, вот, ну, аллергия как может возникать? Вот если пыльца вдохнула пыльцу или попала на участки кожи или на слизистую глаза, возникает отёк сразу же, да, слезотечение, насморк, кашель может возникнуть, отёк языка, зуд чаще всего языка, обильная ринарея, насморк выражен. Просто течёт из носа неконтролируемая вода. Да, вода. Неконтролируемая вода. Ничего нельзя сделать. Нечего нельзя сделать. Обильная вода. Да, ещё при этом нос жутко чешется и глаза говорят, вот как мне пациенты говорят, у меня не вывернулись эти глаза. Как их обратно завернуть? Завернём. Чуть-чуть только надо поработать с этим. Это вот подфизическая, подхимическая, вернее, стадия. За них отвечают вещества. Гистамин, серотонин, гепарин, фактор хемотаксиса и зенофилов. Сложные слова, но суть их какая? Вызвать спазм гладкой мускулатуры. Мы видим это в виде кашля, приступов астмы. То есть избавиться от аллергена. На это же нацелено? Своего рода это может быть и есть защитный механизм. Эволюционный. Но уже он срабатывает против нас. Вызывается отёк, вызывается продукция слизи. Вот отсюда насморк, отсюда кашель с мокротой, потом в последующем, но сначала он сухой, приступообразный. Отёк и слезотечение глаз. Опять же, может, это мы можем видеть, видим, многие пациенты, мне жалуются, те, которые постарше, голова начинает болеть, потому что расширяются сосуды. Здесь нужно спутаться на филоксии, потому что идёт падение ещё давления. Если это сосуды дермы, гиподермы, мы видим это в виде высыпаний, крапивница, или если это больше глубокие слои, в виде отёка уже. ангионевротического, отдельных участков, либо там диффузные есть некоторые, такие отёки. Если это... Ну, про остальное мы поговорили, вот такие вкратце жалобы. Скажите, пожалуйста, если коснуться самостоятельной профилактики, что можно делать дома, или что можно самостоятельно... приобрести... Как себе оказать помощь. Если вот всё-таки ребёнок имеет истории в прошлом. Да, если, скажем, была такая история, и здесь нужно в любом случае появиться у врача, чтобы получить план вот такой чёткой оказания себе помощи. Если тем более какие-то были риски, такие как анафилоксия. Если это пищевой продукт, лечится очень просто, путём исключения. Если это пищевая аллергия. Если это пыльцевая, ну, здесь мы предварительно, если говорить о первичной профилактике, это очень много, и достойно отдельной даже программы. Но вкратце, всегда рассказываю своим пациентам, перед началом сезона пыления значимой травы, да, или деревьев, мы начинаем пить антигистаминные препараты. Регулярно. Мы не ждём, когда, ну, скажем, начнутся уже симптомы выраженные, тогда хуже с ними справиться. Я обязательно говорю, что мы пользуемся кондиционированным воздухом. Мы приходим с улицы, снимаем одежду, не трясём её, не стряхиваем пыльцу. А можно ли в душ, умыться, промыться? Обязательно. Идём в душ, обязательно смываем пыльцу и с волос тоже. Промываем слизистые. И это вот такая, ну, профилактика первичная, можно сказать, для пыльцевой аллергии. Но не надо путать то, что было, там, 20 лет назад, когда мы профилактически отменяли питание, например, да, если или у ребёнка пищевая аллергия, а мы выгоняли котов или собак. Вот это не надо путать. То есть это не профилактика. Это чрезмерная. И потом при встрече с этим аллергеном аллергия будет ещё гораздо больше. Ещё сильнее. Сильнее, конечно. Какая ещё первичная профилактика? Есть, знаете, такие фильтры носовые? Есть, механические. Они эффективны. И в пользу их я очень всегда советую. Другой вопрос. Маленьким деткам некомфортно. Механически раздражает. Поэтому я всё-таки деткам назначаю в виде раствора защитной плёночки. Эктоин. А для более взрослых они имеют право, да, подростки. Но механически это не очень комфортно всегда. Они мне описывают такие симптомы. От самого присутствия тоже может быть слезеотделение о том, что там есть инородное тело. Нет, они провоцируют больше зуд. Больше зуд. Это ощущение чего-то в носу. Потому что отёк же всё равно существует, даже малейший. Это ещё больше провоцирует. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то возрастная градация, что вот детки, например, с 4 до 6, они чаще болеют и... Определёнными видами аллергии, да? Да, именно полинозами, скажем так. Ну, чаще у деток, конечно, до 3 лет это всё-таки пищевая какая-то аллергия либо непереносимость. Ну, только, ну, скажем так, в рамках нашей страны такое понятие вообще существует на самом деле переносимость. Это псевдобольшая аллергия. В более старшем возрасте преобладает уже пыльцевая, бытовая аллергия и лекарственная аллергия. Здесь нету такого, какого-то возрастного ограничения. это с нуля до до преклонного возраста, скажем так, аллергия может быть. С возрастом и опять же, если мы про аллергию говорим, это не постулат, что только на что-то одно будет. Надо понимать, что аллергический тип реакции вот воспаления, это два воспаления, особенность генетическая предрасположенность, она будет меняться в течение жизни. Если это пищевая аллергия, а как правило на молоко, яйцо, сою, пшеницу, это всё нивелируется с возрастом, проходит с возрастом, проходит, простите, то спектр аллергенов пыльцевых он всегда расширяется. И если это была сначала диамброзия, то присоединяются ещё и другие аллергены. Если это аллергена животных, то параллельно другое тоже развиваться может. Всё зависит от количества аллергена, опять же, иммуногенного. В пубертате при наступлении полового созревания становится легче деткам? Подключается образование половых гормонов на дочь, когда надо. Становится легче, но уже из статистики я вижу, что мальчишки в этом разговоре благодарнее, чем популяция, конечно, девочек. Всё-таки это связано с определёнными гормонами половыми, в частности, тестостероном. Даже самые тяжёлые и астмы, и атопические дерматиты, хотя атопические дерматиты, 70% это не аллергия абсолютно, становятся вообще лёгкими даже, можно сказать. то у девочек здесь как не повезёт, скажем. Бывает, что сильнее наоборот аллергия возникает и усиление, и расширение спектра. Скажите, пожалуйста, значит, с возрастом мы разобрались, что есть определённые всё-таки возрастные особенности, формирование, ну, прежде всего, иммунного ответа, наверное, и в пубертате становится легче. А вот всё-таки что такое псевдоаллергия? Вы произнесли такое слово, я с ним прежде никогда не сталкивалась. Что это такое? Проявляется клинически точно так же, только это не иммунологическая составляющая иммунологическая нет, то есть есть памяти, нет иммунной системы так вот реагировать на этот продукт, на продукт, на какой, ну, чаще всего это на пищевые продукты реакция идёт. Если там пациенты мне приходят, говорят, я килограмм мандаринов съедаю, всё неплохо. Ну, полтора или там на вторую часть киви у меня будет аллергия, сразу же зуд чешется, ну, это вот это и есть псевдоаллергия. Здесь вот срабатывает, сколько ты кусок ушел, но это не прогноз не ухудшает в будущем. То есть я всегда говорю, ну, хорошо, остановитесь на одном килограмме и всё. И не надо. На одном килограмме? Да. Ну, вот это бывает. Такие вот. Он приходит тут, я съедаю, это много, на самом деле, даже для здорового человека, но порог чувствительности у каждого же свой индивидуальный. И псевдоаллергия, это вот об этом, об количестве, о большом. Но иммунологической памяти, то есть нет предрасположенности, нет генов, которые вырабатывают специфические клетки. И антитела. Их нет. И в будущем, даже, ну, то есть для истинной пищевой аллергии достаточно, я говорю всегда, да, микрограммов. То есть, да, не обязательно съесть, даже вы можете просто его дотронуть. Вдохнуть. Продукт, да, этот. Или там вдохнуть даже. Это уже, ну, сверхчувствительные люди. То для псевдоаллергии нет такого. Там обязательно большой объём должен быть. Интересное такое исследование. Я его делала для себя. когда мне хотелось разобраться, панель пищевая. И там смотрят... Это вообще. Да, общая. И там ещё была такая градация. Вот этот продукт можно есть каждый... Нет, каждый день вообще нельзя есть одно и то же. Всё время они мне писали. Через день вы можете есть вот эту группу продуктов, один-два раза в неделю вот эту группу продуктов. И третья группа, она была в красной зоне, которую желательно вообще не употреблять. Расскажите нам про эту панель. Очень много мам интересуются, присылают нам тоже вопросы. Стоит ли я сдавать? Я, честно сказать, можно сразу скажу, что я не заметила. Я соблюдала какое-то время эти рекомендации, но я ничего не заметила. Но мне и жалоб-то не было. Ну да, интерес был просто проверить. Вот когда получаете такие результаты и нет клинических никаких симптомов, не надо ничего соблюдать. Это очень плохая вообще тенденция, когда там, да, и маму заставляют диету соблюдать, если в семье у кого-то там аллергия, ребёнку лишается продуктов. Нет. Но пищевая панель в рамках именно назначения долгой диеты и исключения строгого продукта не подходит. То есть мы конкретно, если мама приходит на жалобу какую-то, ребёнок ест определённый продукт, мы тогда, я назначаю диету кратковременную, потом мы вводим этот продукт и смотрим, реакции возникают или нет. Либо мы, значит, повреждаем, но более точечными, точечными, специфическими. Раньше... Чего больше всего всё-таки реакция, то убирается. Конечно, убирается один продукт. Если там аллергия на белок, коров и молока, не надо убирать всё-всё-всё. Да, и сою, например, и пшеницу, потому что это тоже высокоаллергенный продукт. И брокколи, и гречка, это тоже высокоаллергенный. И какао, и бананы. Конечно. Но я никогда не назначаю такую строгую диету. Если мама говорит, термически мы обрабатываем, и мы хорошо его переносим, и очень хорошо, мы, значит, оставляем этот продукт в рационе. Обязательно. Ни в коем случае никаких злостных диет не назначаем. Это было, и это привело к росту аллергии и к росту других заболеваний. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то статистика по Ставропольскому краю? Есть, конечно. Ну, вот я хочу вам просто предъявить, предъявить, простите, рассказать. Вот с января, например, этого года, что касается вот нашего, да, аллергоцента Филиппского, где я работаю, обратилось более 200 с половиной тысяч деток с января, с 01-01-2024 года, 30% из которых это, конечно, бронхолегочная какая-то патология, в частности, астериниты, больше, потом процент идет у нас меньше, да, 20% это кожный синдром и маленький процент между собой, это ближе к лету, делят фотодерматиты, инсектная аллергия. Что такое инсектная аллергия? Это аллергия на укусы насекомых. Да, это всегда разные степени анафилоксии. Это отеки, крапивница и шок. Сезон клещей, всяких комаров. Клещей, ну, здесь про клещей можно, может быть, конечно, реакция, но здесь больше инфекционного боимся, да, переноса другого с клещами. Это комары, это жалящие насекомые. Это пчелы, осы и шмели. Вот это вот в большей степени инсектная аллергия. Но отеки бывают и на укусы пауков. Очень выраженные и тяжелые достаточно. Там же может быть еще и кроме аллергии какое-то токсическое действие. Конечно. Яд своеобразный, своеобразный, все равно это членистоногий ряд и ну, занос какой-то инфекционного агента, который тоже усиливает аллергическую реакцию здесь. Скажите, пожалуйста, а с чем можно спутать аллергия? С вирусными заболеваниями урвы очень часто и так происходит до определенного ну, скажем так, когда родители уже замечают несколько лет подряд, мы все время в это время заболеваем. Потому что с урвы очень легко спутать. Насморк есть, глаза слезятся, чихаешь. Вялый ребенок? Вялый. Ну, частично вялый. Но при любом инфекционном заболевании там есть общий интоксикационный синдром. Это все-таки отличает аллергию. Там температурная реакция есть. Но так как при аллергии ребенок не будет чихать при вирусном заболевании. При аллергии это приступообразное 20 раз чихание. Это выраженная ринария. То есть отек и слизистая отделяемая из глаз, то это обильная. Никогда при вирусной инфекции я такого не видела. И реакция на провокацию, да? То есть спровоцировали? Показали, дали понюхать, съесть. И опять же аллергия, она динамическая. То есть она не бывает вот все время. Если ОРВИ это 7 дней, как бы ты там не лечил, то ОРВИ, ой, аллергия, это вот выйдешь из триггерной зоны, все как будто прошло. Опять же прием антигистаминных препаратов, каких-то других мер по профилактике, все это, да, убирает эти симптомы. Ну, либо хотя бы снижает значительно, облегчает состояние. Спасибо, Евгения Сергеевна. Скажите, пожалуйста, есть какая-то разница в чистоте заболеваемости между детьми городского населения и сельского? Конечно, городское население болеет аллергией и тяжелее болеет и чаще. Хотя абсурдно, потому что в деревне ты сталкиваешься еще с большим количеством аллергена. И животные, и цветения, и пыль, и все-все остальное, да, и количество насекомых еще больше. Но опять же в городской среде у нас повреждающий фактор, это наши экологические проблемы. Это выхлопные газы, это все продукты горения, которые повреждают нашу слизистую, вызывая в них под микроскопом дырки слизистой. Ну и через это естественно решето проникает множество аллергенов и тяжелее протекает. А сельское население, оно, у них иммунная система правильнее работает, потому что они с рождения встречаются с животными, с граммо-отрицательной флорой, потому что и земля, и те же самые животные, и иммунная система работает правильно, так как она должна и была создана эволюционно для этого. И аллергический, вот этот геозависимый тип, это все-таки было природой создан антигельминтный иммунитет. Ну, в силу того, что мы победили многих глистов и бактерий, иммунная система не может существовать, она должна работать. Без участности. Да, и она уже начала искать себе работу, вызывая аллергии на банальные какие-то белки. Все-таки вопросы, микробиоты, они поднимаются сейчас в современных тенденциях. Обязательно. Чем больше разнообразия молекулярного мира вокруг нас с вами, тем лучше. Поэтому ребенок, если даже в родителей страдает аллергией, я всегда им рассказываю, нужно обязательно знакомить своего ребенка и не растить его в стерильных условиях. Если у вас есть эта кошка, пускай она останется, она будет только вам приносить пользу. И гипоаллергенную диету не надо соблюдать, если нет никакой усилии. Это же сокращает состав, перечень микробиоты, делает ее более скудной. И скудной, и нашу иммунную систему надо тренировать. Обязательно. Тогда она будет толерантна ко всему. Поэтому жители Африки и Индии, они не болеют аллергией. А европейская часть болеет аллергией. Вот это из этого вопроса. Молекулярности мира, разнообразие. Спасибо большое, Шетина Сергеевна. Я попрошу вас озвучить основные мифы в отношении аллергии. Те, с которыми вы сталкиваетесь чаще всего у себя на приемах. Что вам приходится? Первый миф о том, что это не главное, ну, не то, что не главное. Это не тяжелое заболевание. Лечить его не нужно. Обращаться тоже не нужно никуда. Ну, многие приходят, ну, я всегда спрашиваю, с какой целью вы тогда ко мне приходите. Ну, хорошо, мы обменялись мнениями, я подумаю над этим вопросом, всегда говорю. То есть, это миф, это серьезное заболевание, осложнений очень много, и они могут быть зачастую фатальными. Другой... Про остроэллергические реакции мы говорили в начале программы. Да, потому что это заболевание, это проблема, это страдание многих людей. И обесценивать их, конечно, нельзя. Второй миф, с которым бесконечно я каждый день сталкиваюсь на приеме, вот я гипоаллергенную диету соблюдаю. Какую? Ну, красная, оранжевая не кушаю, ну, острая, соленая, но нет плохой пищи, я никогда ее не делю на плохую или хорошую, и от цвета пищей она аллергенной не становится, к сожалению. Вот этот вот миф такой, злостный. Что еще? Какой миф? Что есть гипоаллергенные животные. Это ошибка. Даже он может быть самым лысеньким котиком. Белки-то он продуцирует своим потом. Да, это белок. Он характерен видовой для всех кошек. И чем меньше, есть просто, да, менее аллергенные животные, но это зависит опять же от порога толерантности человека. Зависит от того, как сильно он линяет, шелушится. Но гипоаллергенных нет. Ни котиков, ни собачек, никого. Это вот миф. Миф о том, что аллергия приобретенная. Может быть, вопрос такой, да, неоднозначный. Ну, в рамках, например, профессиональных каких-то вредностей, возможно, это можно так рассмотреть, как приобретенный какой-то вид на какие-то химические препараты. Ну, опять же, химические препараты, это относится к гоптенам, то есть неполноценным аллергенам. Здесь тоже нельзя сказать об этом. То есть, аллергия, она всегда генетически предрасположена. Но реализуется эта генетика или нет, это всё зависит от эпигенетических факторов, об экологии, о питании, об потреблении большого количества лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков и вирусных заболеваний. Мамы очень злостно соблюдают диету и лишают ребёнка всех продуктов. И миф о том, что начать как можно дольше отложить тот срок введения высокоаллергенных продуктов, это панацея. Нет, у него будет аллергия ещё больше. И доказано, что нужно в пределах разумного, сейчас мы только говорим. Чем больше мы разнообразнее начинаем кормить детей, тем больше толерантности он приобретёт в течение жизни. И будет это ему только на пользу. Нужно в раннем возрасте поощрять пищевой интерес. Да, и формировать пищевое поведение, конечно. Потому что все вот эти многолетние диеты в особенности каких только не было. Средиземноморских и какие-то своеобразные ферментированные продукты, кулинарная обработка, ни к чему этому. Это имеет место быть, конечно, но даже их соблюдение ни к чему не привело. Абсолютно. Лучше всего разумно питаться и радоваться жизни, получать удовольствие. Разумно и эволюционно предрасположенно, скажем так. Что это значит? Ну, скажем так, вот наше, например, европейское население, вот что касается пропсевдоаллергии, ну, бананы те же самые, да, ну, переносите вы эти продукты, всё хорошо, да, просто. Но если рацион у вас будет состоять из таких продуктов, у вас неизбежно появятся какие-то симптомы. Либо со стороны гастроти, системы, либо со стороны кожи, ну, или какие-то функциональные нарушения. И при их отмене, да, всё возникло, всё хорошо начинает, начинает функционировать, но это не аллергия. то есть это, это просто, да, вот опять же, псевдоаллергия. Миф ещё, о котором мы должны поговорить обязательно, вот сейчас я вспомнила, это сейчас очень модная безглютеновая диета. Почему вы её соблюдаете? Ну, это же полезно. Нет, это не полезно. Абсолютно. Все группы витаминов В и всё остальное усваивается из железа. И если у вас нет аллергии, я говорю, да, на белки пшеницы и глютен, и если у вас не запаливание целиакия, генетическое, то вам не нужно её соблюдать. Другой вопрос, ну, они всегда, естественно, в оправдании своё говорят. Если я булки не ем, у меня всё хорошо. Я говорю, ну, всё правильно, потому что, ну, определённый вид продукта вызывает функциональные нарушения кишечника, вздути, и, ну, скажем так, какие-то, да, нарушения стула. Возможно. Глютен, там часто есть сахар, понимаете, и вот эта комба, она даёт. И в любом случае, ну, то есть полностью здорового кишечника, ну, сложно найти. Согласитесь, хлеб хлебу – это рознь. Конечно. Это нужно выбирать качественный, органический, фермерский продукт. Вы столько интересного нам сегодня рассказали. Это была программа «За здоровье». Пишите нам по номеру телефона 8969-009-3300. Берегите себя и оставайтесь на своём. Редактор субтитров –